Быть трезвыми, быть осознанными, быть внимательными ко всему. Вот только так. Нет, хорошо могу сделать не только я. Если я попрошу у вас, например, там, я не знаю, 100 тысяч рублей в долг. И вот этот вот жуткий момент. Все, лок, мама рядом. У меня нет этой паранойи совсем, совсем, совсем. Все отлично, у нас отрицательный рост. Доверять себе, это же очень здорово, ведь Юля мне доверяет. И поэтому у него внутри появляется вторичная выгода, постоянно косячит. Два раза, биби. Здравствуйте, меня зовут Юля Варшавская, я главный редактор Forbes Woman и Forbes Live. И это серия коротких видеоинтервью Forbes Anthology, которые мы проведем с ведущими коучами, с которыми мы проедемся по московским дорогам в роскошном внедорожнике. Наши гости знают не только, как достичь своей цели, но и как сделать это максимально комфортно, безопасно и экологично для себя. Метафорический красный свет, пробки, это те вещи, которые приостанавливают наше движение. И именно поэтому наш проект называется «Зеленый свет» и делаем его вместе с Infinity. Потому что именно здесь, в новом внедорожнике QX80, окруженной технологиями, безопасностью и комфортом, мы можем найти себе силы для внутренних изменений, потому что обновление начинается внутри себя. И наш первый гость Сергей Насебян, психолог, консультант, тренер личностного роста и соавтор сериала «Триггер». Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, мы с вами давно знакомы, не будем лукавить, и вы читаете мой Facebook, и вы знаете, что я очень молодой руководитель. Я всего лишь два года руковожу Forbes Life и Forbes Woman, и мне кажется, что сталкиваюсь с самыми типичными препятствиями для своего движения вверх. И я хотела поговорить с вами про доверие и делегирование, потому что я поняла, что моей главной проблемой является невозможность нормально делегировать и доверять своим коллегам, и это причиняет вред нашей общей работе, мне и им. Вот скажите, пожалуйста, для начала, с точки зрения психологии, так называемые контрол-фрики – это кто? Ну, контрол-фрики, наверное, такое модное слово, которое определяет, наверное, один из двух параметров. Первое – это когда контроль возникает в результате некой такой акцентуации характера, когда, например, характер тревожный, да, высоко тревожный. А второе – когда все нормально с патологией, просто человек контролирует, потому что у него, так скажем, перенесен локус внимания на контроль вовне. Как правило, это люди, которые склонны к тому, чтобы списывать ответственность за результат на большое количество внешних обстоятельств. Вот, на мой взгляд, из моей работы – это два сценария, которые могут привести человека к фрик-контролю. То есть это, наоборот, не невозможность отпустить и сказать себе «нет, хорошо могу сделать не только я». Конечно, потому что, когда мы контролируем, это уже нехорошо. Потому что, если мы контролируем, это означает, что мы тратим почти столько же энергии, психической энергии, как если бы мы это делали сами. А тогда зачем? Потому что мы тогда сдваиваем работу, и, в общем-то, получается, что инвестиции в результат превышают сам результат, и, как следствие, это становится нерентабельным. Ну, вот я столкнулась с тем, что мне казалось, если я много беру на себя, то я как бы забочусь о своих коллегах, да, я беру какую-то часть их работы на себя и таким образом облегчаю им жизнь. Но я столкнулась с тем, что это вызывает у них обиду, да, и нежелание эффективно работать. Почему так происходит? Ну, потому что тот человек, с которого вы снимаете эту ответственность, да, скажем, он, скорее всего, воспримет ваши действия как проявление неуважения. Потому что это будет точно проявление недоверия, да, потому как делегирование невозможно без доверия, а доверие является абсолютным антониумом контроля. И я думаю, что вам самой не хотелось бы находиться в отношениях, в которых вам бы не доверяли, даже если это личные отношения. А вот есть такая расхожая фраза, что хороший руководитель нанимает людей, которые более профессиональны, чем он сам. Но в этот момент ты как бы задаешь себе вопрос, а ты-то что здесь делаешь? Ты почему и этих прекрасных, талантливых людей начальник? В чем тогда моя задача как начальника? Вы сказали очень хорошее слово «начальник». И если мы попробуем рассмотреть этимологию этого слова прямо в русском языке, то, в принципе, это человек, который кладет начало. Он не должен контролировать все остальное. Он начинает, да, и все. От него исходит та самая ключевая энергия, которая, в общем-то, заворачивает весь процесс. То есть он пассионарий. Но это как если бы я заложил камень под храм, а потом бы еще контролировал, как этот храм построится, несмотря на то, что построится он через 100 лет. Это же невозможно. Ну, так обычно и бывает, на самом деле. Но на самом деле это же очень сложно отпустить, потому что если ты руководитель, то ты несешь перед кем-то еще, неважно, аудиторией, своим собственным начальством, ты несешь ответственность. И вот этот вот жуткий момент, когда ты говоришь, хорошо, я доверяю другим людям, а они, ну, например, делают что-то не так, как ты это видел. Как вообще с этим справляться? Я пока вот не научилась до конца. Ну, если говорить про делегирование, то мы все равно должны будем говорить про то, что в делегировании мы отдаем часть компетенции или часть задач. Мы не отдаем все. И тут важно понимать такую метафору, что ли, да, что жизнь, мне нравится очень эта метафора жизни, она как игра за покерным столом. Карты мы не можем контролировать, крупье мы не можем контролировать, соседи по столу мы не можем контролировать. Мы можем контролировать только те карты, что есть у меня, и свое состояние в этом. Но почему нас делает таким беспомощным сам контроль? По одной простой причине. Стараясь контролировать, мы контролировать пытаемся результат, а он в будущем, его еще нет, и поэтому это бесполезно. И наш мозг, наше сознание, наш ум понимает прекрасно, что это невозможно. И это абсолютно бессмысленно. Хорошо, может быть, тогда вы мне подскажете, как выстраивать это доверие. Понятно же, что невозможно встать утром и сказать, все, я теперь все делегирую, я не контрол-фрик, у меня нет этой паранойи совсем-совсем-совсем. Но как постепенно это выстроить внутри себя и в коллективе? Ну, подсказка кроется, на мой взгляд, в обсессивно-компульсивном расстройстве. Так, уже оптимистично. Люди с ОКР, люди с высокой тревожностью, и для того, чтобы снять эту тревожность, они выполняют определенные ритуалы. И это, на самом деле, подсказка. То есть, если мы зафиксируем в своем сознании ритуалы, соответствующие нашему состоянию доверия, в НЛП это назвали бы якорением, то мы таким образом будем себя настраивать на то, что я делаю эти ритуалы, и значит, все в порядке. Ну, то есть, точно так же, как человек с ОКР, выходя из дома 40 раз проверит ручку, потом он уходит, он понимает, что он 40 раз проверил ручку, он больше не задается вопросом, закрыта ли дверь. Он точно помнит, что он проверил ручку. И здесь то же самое. Я предлагаю обычно людям просто создать в своей жизни некий такой мир ритуалов, через которые у вас будет складываться ощущение управления реальностью, но не контроля реальности. Ну, это как, вы же вот едете на лыжах, например, горных, вы не контролируете процесс. В любой момент может там кто-то вас сбить, может произойти вот за рулем, да? Мы же понимаем, что мы должны нести ответственность даже за тех людей, которые едут вокруг нас. И все, что мы можем в этом смысле сделать, мы можем контролировать себя, то есть быть трезвыми, быть осознанными, быть внимательными ко всему. Только так. И в этом есть ритуалистика. Включение скоростей, тормоз, сцепление, там, у кого что. Так, а что бывает, если человек все-таки не может это преодолеть? Вот какие последствия у этого неотпускания контроля? Ну, на самом деле, я не думаю, что будет что-то страшное в этом смысле, несмотря на то, что, ну, на мой взгляд, конечно, ваше сознание схлопнется до какой-то очень маленькой такой камеры, в которой мы будем жить, потому что все-таки контроль – это тюрьма, да, в которой мы находимся. И в этом контексте не будет никакого развития. Я очень много времени проводил, и, надеюсь, буду проводить в Индии и в этом регионе. И в Непале я в основном передвигаюсь на мотоцикле, по горам, по горным дорогам. И там есть такая традиция, наверное, если были в Индии, если не были, ну, там сигналят все время, да? Да, да, да. До тех пор, пока ты не поймешь, что это сигнал, на самом деле, разговор. Да, да, есть такое. И вот там есть такой момент, что когда ты на горной дороге выходишь на обгон большого грузовика, ты не можешь видеть впереди него, что происходит. И поэтому, выходя, ты делаешь так два раза – бип-бип. И если он тебе делает бип, то это означает, что ты можешь ехать. Представляете, насколько ты в этот момент доверяешься глазам этого человека, его глазомеру, его пониманию ситуации на дороге и так далее. И вот ты выходишь на обгон, и если… А там все время кто-то где-то едет. Да. И если вдруг что-то происходит аварийное, то вся ответственность лежит на нем, в том плане, что он оттормаживает, чтобы ты проехал. И проезжают, и ты ему делаешь бип-бип, и он тебе делает бип. И, значит, вот мы, так сказать, встретились и разошлись, как море корабли. Но этот момент 30 метров обгона, где вы подвергаете опасности себя, вы полностью отдаетесь другому человеку, который вы видите первую и последнюю жизнь, и, в общем, ты даже не видите. Да, но мне кажется, что мы вообще живем в обществе, где очень большие проблемы с доверием. Ну, то есть мы в целом не доверяем государству, мы не доверяем друг другу, мы не доверяем бизнесу, мы не доверяем человеку, который идет ночью по улице, на той же улице, где мы идем мы. Как вот эта общая атмосфера недоверия влияет на вот эту тревожность каждого конкретного человека? Ну, я бы все-таки здесь как раз начал говорить со смены того самого лопус контроля и перевода внимания на себя, потому что я, может быть, открою вам тайну, а может быть, вы это уже слышали, но я, по крайней мере, об этом говорю очень часто, что не бывает никакого другого доверия, кроме как доверия самому себе. Потому что если я принимаю решение доверять вам, вы принимаете решение доверять мне, что я еду сейчас за рулем, предположим, да, то это означает, что вы справитесь с результатами того, что я могу сделать. И только так. У меня не может быть никаких гарантий. Жизнь вообще, в принципе, не гарантированная штука. Нет никакой страховки в этом смысле. Понятно, что именно вот это недоверие создало рынок страхования. Абсолютно. Это просто вопрос нашего недоверия внутреннего. Мы стали такой расой потребления, и мы же покупаем, потребляем впрок. Потому что мы не доверяем тому, что будет. Мы не доверяем завтрашним и днём. А на самом деле мы не доверяем себе. И я бы, конечно, говорил бы только о вас, ну, в смысле, о вас, с кем я разговариваю, и говорил бы только о себе. Потому что не бывает никакого доверия. Ну, коллективного доверия не бывает. Не верю я в него. Коллективное доверие – это совокупность людей, которые способны доверять себе. Доверять себе – это же очень здорово. Ведь я, когда нанимаю человека, например, приглашаю его со мной работать, получается, что если я не доверяю ему, то я не доверяю себе в выборе его. Да? Я как бы обесцениваю его место здесь. Вы обесцениваете его, вы обесцениваете даже свой выбор. Да. Конечно, абсолютно точно. Потому что надо понимать, что доверие, оно является зерном развития. Без доверия не бывает развития. Бывает контролируемое развитие, такое понятие существует. Но при этом, при всём, я думаю, что это понятие точно такое же, как, знаете, в медицине есть понятие, как стабильно тяжёлое состояние. Оно лучше, чем просто тяжёлое. И таким образом нас успокаивает. Или, например, на бирже вам, вы позвоните своему агенту, он скажет, всё отлично, у нас отрицательный рост. Отрицательный рост, да? Да, да. И вот в этом смысле точно так же и здесь. Когда мы говорим о контролируемом развитии, мы не говорим о развитии в целом. Потому что развитие – это спонтанность. Развитие – это абсолютно непредсказуемость обстоятельств. Но только в этом случае, если мы доверяем, то мы раскрываем, по сути, возможное вариативное. Только так. Вот что мне сделать завтра, сегодня, да, чтобы сделать этот первый шаг для установления доверия к себе? Я думаю, что в первую очередь важно осознать границы ваших рисков. То есть, ну, понимать, что вы доверять на самом-то деле можете только в пределах риска, которые вы способны пережить. Если я попрошу у вас, например, там, я не знаю, 100 тысяч рублей в долг, да, несмотря на то, что мы с вами давно знакомы, я читаю ваш фейсбук. То есть, вы можете найти меня легко? Вы меня? А, я вас, да. И вот я у вас беру 100 тысяч, вы мне их даете, что вы чувствуете в этот момент? Мне кажется, что в этот момент я их отпускаю. Ну, смысле, я вам, да. Значит, что я способна их потерять? А если я вам прошу 500? То я вам скажу, что у меня их нет. Ну, очевидно. А если они у вас нет, это уже не вопрос, да? Да, 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 да. Но если они у меня есть, и я понимаю, что я готова вам их дать, потому что я знаю, что они вам нужны, то я их просто отпущу. Это будет... Именно так издоверить? Я не буду ждать от вас. Абсолютно. Именно точно так же со всем остальным доверием. То есть, давать ровно столько, сколько вы готовы забыть. Иначе вы начинаете создавать внутри себя очень серьезную психогенную атмосферу, которая разрушит не только ваши отношения, но и вашу психику. Потому что вы будете ждать, ожидать, что она даст, там, и еще что-то, да? Или вы будете ожидать результата какого-то от человека, который он давать не собирается. И в этом контексте, с точки зрения того, что вы можете делать, осознать риски, это первое. А второе, попробуйте сделать простую вещь. Есть такое в корпоративной культуре, в бизнес-процессах, есть такое понятие, как управление обещанием. Оно сформировано на базе анонимных групп алкоголиков. Я считаю, что самая эффективная работа с аддиктивным поведением. Если вы мне обещаете что-то, то я беру на себя ответственность за ваши обещания. Я больше не проверяю. Вы мне сказали, вы не пьете три дня. Я сказал, окей. Если вы через два дня выпили, я говорю, хорошо, в следующий раз я просто не поверю на три дня. Значит, я поверю только на два. Но вы должны понимать, что доверие всегда связано с риском. Но в этом смысле стоит убрать негативную коннотацию риска. А если, например, вот так бывает же на самом деле, что вот ты что-то придумываешь, у тебя есть какая-то концепция в голове. Например, в моем случае это журнал. Обычно я очень четко представляю, что это выглядит журнал. Номер, да? Номер, да. А потом в него врываются другие люди, и все начинает меняться, и ты в этот момент... Ну, вот это, знаете, когда ты представляешь свой день рождения, и он абсолютно идеальный, а потом ты сидишь в фрустрации, потому что там Петя не пришел, Маша ушла, там, вот это все. Я понимаю, что это смешной детский пример, но эти же вещи, они в детстве формируются. Как принять вот чужое, эту интеграцию в то, что ты придумал и создал, то, что ты к чему-то относишься как к своему ребенку? Ну, если с этим ничего нельзя сделать, как, например, вот на день рождения не просто не пришел Петя, да, а Петя пришел, например, с Димой, которого вы вообще не хотели видеть, или с Машей, или с Машей, да. И это элемент, который, ну, вот сейчас невозможно. То здесь, наверное, от доверия нам стоит перейти к принятию, да, в общем. Если я не способен на что-то повлиять, то это стоит принять, это единственный вариант. Если же все, что... Вот, знаете, я всегда говорю так, что все, что вы способны изменить, меняйте. Сопротивляйтесь, как можете. Но если вы по какой-то причине не можете это изменить, то остается только принять. И вот тут как раз вопрос мудрости, да, отличить, могу я это изменить или нет. Мне кажется, это уже вопрос мудрости, а вам она, в общем-то, вполне присуща. Но, раз уж мы заговорили про детство, очевидно, что все из детства. Я часто сталкиваюсь с историями, когда уже во взрослом возрасте мои друзья и подруги, их родители до сих пор пытаются весь контроль взять на себя, да, и они там, не знаю, не могут квартиру отремонтировать, или, я не знаю, принять какое-то рабочее решение, хотя им уже там под 40 лет. А насколько вот этот вот контроль-фрикство формируется у нас в детстве, и каким образом? Ну, я думаю, что если родители тревожные, то они сделают все для того, чтобы передать это своему ребенку. И поскольку мы передаем своему ребенку информацию о том, какая жизнь и как надо с этой жизнью строить отношения, первое на генетическом уровне, безусловно, а второе на культурном уровне, да, то ребенок это считает. И, соответственно, если мама тревожная и постоянно контролирует ребенка, то он будет подвержен, во-первых, необходимости, чтобы его контролировали, и, скорее всего, построит отношения со своим руководителем, например, как раз такие, ну, детские, да, условно говоря, и бедный руководитель, и с женой, и с мужем. Да. Вот. И, соответственно, будет контролировать дальше. Но ребенок, который понимает, что мама его контролирует, как он понимает, что она его контролирует? Только тогда, ну, пока она его держит, только тогда, когда он делает что-то не так. И поэтому у него внутри появляется вторичная выгода, постоянно косячина. А-а-а. И тогда ваш сотрудник, который вырос в такой психогенной обстановке, он, в общем-то, будет постоянно косячить для того, чтобы слышать вашу реакцию на этот косяк, провал какой-то, да, вот, и, соответственно, понимать, что, о, вы его любите, все нормально, все ок, мама рядом. Ну, есть же и другая история, когда, например, у меня очень тревожный папа, но я при этом абсолютная отличница была. Вот всю жизнь, вот прямо классическая. И наоборот, я видела, что у него снимается тревога, когда я самая лучшая, идеальная, когда я никуда не хожу и так далее. И я, наоборот, не косячу, а я, наоборот, изо всех сил всю жизнь стараюсь сделать так, чтобы папочка не тревожилась. Так это папочка не тревожилась. Да, да. А вот когда человеку важно понять природу этой любви папины, его заботы, он будет это делать. Вы просто это делали на очень раннем возрасте, который вы не помните. Вот там вам поставили красные флажки, дальше вы пошли по этим флажкам, и дальше все хорошо. Вы знаете флажки, он знает флажки, и вы постоянно через них взаимодействуете. Хорошо, а что тогда я должна, могу, не должна делать, вести себя с таким сотрудником? Вот если у меня, например, есть сотрудник, и я понимаю, что он действительно косячит, чтобы я его проконтролировал. И я, кстати, на самом деле вижу такое поведение некоторых журналистов, особенно журналистов, потому что они все очень такие фрейджи. Вот. А что, как мне себя вести? Я же не хочу быть им всем родной матерью. Ну, я думаю, что здесь насильная сепарация. То есть максимально отталкивать людей, оставляя их один на один с результатами своих деятельностей, с результатами своих решений. Ну, а чего? Если он плохой журналист, в итоге увольняет, безусловно. То есть это такая окончательная сепарация. Человек должен через это пройти. Другого способа нет. А если вы хотите его вырастить, чтобы он созрел, да, условно говоря, в вашем поле, то только вот таким повышенным доверием, потому что тогда эта эффективность взаимоотношений может измениться. А если нет, то в лучшем случае вы просто найдете способ контроля, при котором он не косячит. Зачем вам это нужно? Да, потому что, если честно, я понимаю, что, возможно, нашим зрителям, которые работают в серьезных структурах, банках и так далее, не совсем знакома эта проблема. Но когда ты руководишь творческим коллективом, дорогой редакцией, ты, конечно, постоянно вступаешь во непрофессиональные отношения, не в смысле, ну, упаси господи, какого-то харассмата или еще чего-то, а вот именно эти личностные отношения. Потому что творчество невозможно без эмоциональной составляющей, мы все-таки, хотя и ремесленники, но мы творческие ремесленники. И как вы считаете, в этом смысле, ну, не стоит ли вообще, как бы, оставить этот элемент вот этих детско-материнских отношений? Или это, правда, портит работу? Ну, я не знаю, я не очень понимаю, можно ли это оставить. Потому что если этот паттерн сложен, то не осознавая его, очень сложно будет от него избавиться. И тут тогда вопрос потребности. У вас-то, может быть, и есть такая потребность отказаться от этого паттерна, а есть ли это потребность у другого человека, у того, с кем у вас сложены эти отношения? Тут, в общем-то, только путем разговора, путем некого такого введения достаточно жестких правил и границ, чтобы человек понимал. Знаете, в этом смысле есть прекрасный фильм американский, называется «А как же Боб?», где Билл Мюррей играет психбольного, который едет со своим психотерапевтом в отпуск. Вот это вот прям, ну, ключевой же показатель такой метафоричный, когда надо ставить эту границу, иначе вы не сможете от него отрешиться. Кстати, вы можете поделиться своим, ведь самое важное, что может случиться в кабинете у психолога, коуча, это доверие. Как вы выстраиваете доверие с таким количеством разных ваших клиентов? Ну, видите как? Я же не очень зависим от их результатов в этом смысле. И поэтому мое доверие, вернее, их доверие мне, оно будет немножко другого свойства, скорее всего. И понятно, что есть понятие рапорта, понятно, что у психологов есть прям ключевые инструменты. Создание этого рапорта, оно очень сухое. А вы можете чуть-чуть объяснить, что это такое? Ну, это подстройка, это разделение ценностей, это повторение фраз каких-то, это проникновенный голос. Как на радио. Например, да. И в этом смысле, как бы, это такая очень поверхностная структура. Самое сложное с детьми, я не работаю с детьми, но мне приходится иногда видеть, как работаю с детьми, и в конце концов я отец. В этом смысле доверие все-таки создается через принятие, что я тебя принимаю. Очень не люблю фразу «ты окей, я окей». Вот это, потому что никто нифига не окей. Но при этом дать, ну, как сказать, дать возможность человеку реализовать свой собственный потенциал через ошибки, через какие-то оплошности, может быть, через где-то какие-то срывы, разборы этих срывов. Вот только так. А есть какие-то невербальные способы донесения до своего коллеги вот этого доверия? То есть понятно, что можно сесть и поговорить, но есть шанс, что он там как-то, ты неправильно выразишься, он неправильно воспримет твои слова. Но вот что можно сделать там вот в нашей рабочей рутине, чтобы он почувствовал, Юля мне доверяет. Юля считает, что я настолько классная, что могу выполнить эту работу полностью саму. Ну, если я думаю, что вы пойдете на такой риск и пару раз не станете даже проверять, что с ним происходит, что он делает, да, и как бы каков результат его работы, вот оставите его с этим результатом. Я бы, наверное, так сказал. Другого варианта, невербального выражения доверия, я не знаю. А если человек в этот момент накосячит, как реагировать? Ну, как бы оставить его с ним, дать ему возможность это либо исправить, либо продолжить с этим как-то жить. Ну, то есть это становится некой точкой, от которой судьба ваших отношений идет немножко в другую сторону. Ну, и посмотреть, куда это приведет вместе с ним. Потом, понимаете, какая штука, отказываясь от контроля, не стоит отказываться от мониторинга. Это другая форма. Это прекрасно. Конечно. То есть это некая мета-позиция, в которой вы просто наблюдаете за этим. То есть в какой-то степени, возможно, предупреждаете его ошибки, да? А, ну, не знаю, вдруг лишний раз с ним поговорите, спросите, что и как. Но мониторинг – это прекрасно. Это же просто наблюдение. Да. Сергей, спасибо вам огромное. Вам спасибо. Я пошла думать над этим, и это действительно для меня очень актуальная проблема. И я столкнулась с тем, что моя коллега пришла ко мне со словами, что Юля, хватит делать все за нас. Мы чувствуем себя твоими миньонами. И это был удар мне просто в сердце, потому что мне казалось, что я делаю все для того, чтобы они были счастливы. А оказалось, что тем своей гиперзаботой, а я в целом и гиперзаботливая мать, и гиперзаботливая дочь. Ну, я читаю на шпорт. Да, 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 все знают. Вот. Это... Я сейчас работаю над собой и стараюсь сжимать крепко зубы, когда что-то не получается, как я думала. Но это все долгий процесс. Это быстро не получится сделать. Но решение принимается быстро. Решение принимается быстро. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Редактор субтитров А. Редактор субтитров А.